это программа игра в классике программа людях которые играют в игры и об играх в которые играют людям говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 26 апреля 35 лет со дня трагедии на чернобыльская с этот день в медиа разбирают традиционно подробно между тем бодрые кинематографисты уже сняли несколько заметных свежих кинолент о чернобыле о них об этих фильмах да и не только о них мы и поговорим сегодня но прежде коротко о главном фактически чернобыльская трагедия ознаменовала конец советского союза стало ясно что с такой системой с такой властью с таким отношением к людям и отношениями между людьми это государство существовать больше не может власть подгнила и доказательством тому стал вывод массовый вывод людей на демонстрацию 1 мая несмотря на страшные вести из чернобыля 1 мая 1986 года советская власть продемонстрировала что картинка для нее важнее чем собственно людям а через пять лет уже в девяносто первом состоялось фактическое предательство ну а теперь собственно кино как поводу для масштабного серьезного разговора на экранах российский блокбастер чернобыль его режиссером стал данила козловский главную роль сыграл тоже данила козловский в общем больше данилы больше признаю что господину козловскому я отношусь ну скажем так с некоторым предубеждением играет он довольно скучно и всякий раз каких-то слизких посредственных ничтожных персонажей впрочем возможная предвзят ведь для меня в кино существует только один данил как раз данила чернобыль козловского это такая себе коллекция хиллесовых пят российского кино хотите ляпов пожалуйста герои здесь снимают и надевают средства химзащиты столь легко будто идут не в пылающий реактора гастроном за тархуном хотите странной музыки саспенс нагнетают здесь адский дребезжащий скрипкой но не знаю пенопласт по стеклу этот звучит лучше ну а игра актеров оксана кинчина сыгравшая главную женскую роль безусловно прекрасно спору нет но вот сам господин козловский хм к сожалению он слишком современен а в трагические моменты играет ну вот примерно так или вот так и при этом бесконечное самолюбование но вот смотрите рядом обугленные люди у них там выпученные глаза их рвет кожа вся красная волдырях только господин козловский но максимум разве что испачкается сажи и конечно обязательно сохранит причесочку да есть правда конечно в ленте и симпатичные моменты ну например вроде сцены с падающими с небес умирающими видимо от отравления птицами это отсылка к откровению иоанна богослова но вот только в ленте магнолия раз уж нас отправляют библейским сюжетом дождь из лягушек смотрелся куда мощнее куда эффект не шикарное кино кстати настоятельно рекомендуем это я о магнолии если что лучше в чернобыле это заимствование в том числе и от одноименного сериала чернобыль от hbo вот только американцы смогли действительно классно полное бы сказал полновесной глубоко передать атмосферу апокалипсиса и страха однако в этой атмосфере есть но место подвигу место героя тем сильнее эффект от увиденного и тем сильнее сериал чернобыль выполнил свою пропагандистскую задачу а снимался он конечно ради нее а вот для чего делали свое кино начинающий режиссер козловский видный продюсер роднянский это конечно вопрос что вы молчите как архивей на приеме в принципе пока не рванул реактор фильм смотрелся но более не менее адекватно как такая себе относительно качественная мелодрама но потом господин козловский решил спасти припять киев ссср и весь мир и вот тут начался фарс где было много пошлости фальши друзья но не может героев в 1986 году использовать такие выражения как например эксклюзивный тест и паническая так это вообще кстати очень забавно когда он трясет и горит у тебя паническая атака не может он проходить всю ленту с одним и тем же лицом не меняясь ни внешне не внутренне простите так а где мотивация где преображение героя ради чего собственно мы и смотрим кино ну а идеологический чернобыль заключен в одной фразе которая произносится видным большим таким себе чиновником когда он обещает ликвидатором квартиры в столице денежные премии и внимание спецборд швейцарию на лечение мало вам спрашивает он но ведь простите не было никакого борта швейцарию и к примеру реальные дайверы по дневникам которых и снята лента от которой открывали роковую задвижку они не погибли в реальности однако молчат об этом господа роднянский и козловский демонстрируют зрителю культ спасительного запада тут знаете ли странно что они еще бэтмена суперменом не показали тоже себе картина да понимаете к сожалению такой подход он исключает из кино и из реальной жизни героев мол и не было их да конечно я адекватный человек и понимаю хватало тех кто тогда восемьдесят шестом рисковал ради благ материальных но ведь согласитесь многие шли на подвиг жертвуя собой ради идеи ради высших ценностей ради жизни других людей наконец правда же так что же вы это не показали взгляните на лица из архивных кадров в них собранность и уверенность а не трусость и обреченность как фильме козловского анализ крови брали буквально ясно значит самочувствие у всех как товарищи но прекрасно простите каким же лицемером надо быть чтобы посвятить это зрелище этот фильм ликвидатором аварии на чернобыльской аэс и вот тут собственно друзья мы подошли главному ради чего я и затеял весь этот разговор о фильме чернобыль простите а сколько фильмов у нас снято о данной трагедии а нашей трагедии ну на ум приходит разве что лента в субботу миндадзе но это скорее такое себе арт-хаусное кино а вот так чтобы большие фильмы о чернобыльской трагедии сколько их снято 0 это об одной из крупнейших трагедии 20 века нашей трагедии а кто сегодня устраняет чернобыльские пробелы в кино выдающийся режиссер козловский снявший выдающуюся ленту тренер или кто выступил сценаристом этого самого чернобыля алексей казаков некий автор не менее выдающийся комедии супер бобровы вы же только представьте себе эти титаны создают большое кино о чернобыльской трагедии ну-ну да безусловно есть книги о чернобыльской трагедии есть замечательные документальные фильмы они же однако согласитесь художественное кино она более доступно и более востребованным она по-прежнему остается важнейшим из искусств но прежде всего потому что она крайне доступна билет позволить могут себе купить многие а развлечений как ни крути хочется и вот поэтому кино наилучший способ для того чтобы вбивать в мозги зрителю соответствующие установки не верите ну не знаю тогда спросите у спилберга как при помощи фильма спасти рядового райана он преподал идеальный урок о второй мировой войне вот как например пишет теодор рошак на известный публицист американский он говорит о том что бакс бани в современном мире имеет куда больше культурное влияние чем 100 величайших книг вот к слову книга того самого господина рошака книга называется киномания всем рекомендую к прочтению эта книга как раз таки и рассказывает о том как кино форматируют целые нации каждую личность по отдельности вот что пишет рошак развлекательный жанр действует на людей сильнее высокого искусства это воздействие гораздо более деспотичным люди не успевают включить защитные механизмы во время развлечения образы и послания проникают в мозг и внедряются в самые его глубины что ж американцы идеально освоили эту науку и при помощи голливудских фильмов что называется отформатировали целый мир именно так господа и дамы мы инфицировались неизбыточной американской мечтой так а что происходит в россии и с россией а у нас на государственные деньги снимают сомнительное кино которое перевирает историю не несет культурной ценности и в конечном счете дискредитирует и наши государства и наш народ слову фильм чернобыль козловского роднянского стоил почти 700 миллионов рублей ну согласитесь это такое себе самобичевание на большом экране и таки причудливый мазохизм или нечто вроде культурного геноцида да была чернобыльская катастрофа а есть катастрофа российского кино на тоже очень токсично и радиоактивно воздействует знаете ли на сердца и умы и по итогу оболванивает людей не вкуса не знаний не здравого смысла какая тут война какие американцы мы сдадимся сами все же закончу этот выпуск я на положительной ноте рубрикой герой нашего времени рассказывающий о настоящих людях в хабаровском крае наградили медалью за спасение погибавших татьяну соломонову печаль в том что вы наверное не слышали это имя а наградили татьяну посмертно медаль получал ее замечательный сын татьяна соломонова вытащила из ледяной реки трех тонущих подростков она спасла их сожалению у нее самой остались сын и дочь вот подвиг соломонова это живое подтверждение того что чужих детей не бывает но прежде всего это ответ современной матрицы той матрицы которая делает самое страшное она пытается уверить нас эта матрица что в жизни нет места подвиг однако это совсем не так и подвиг татьяны соломоновой доказал что рядом есть настоящие одухотворенные люди всегда друзья помните об этом это была программа игра в классике берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и терпения фильтруйте друзья то что смотрите вот вот